Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Сегодня готовлю манты. Я небольшой знаток азиатской кухни, но в нашей семье манты готовили. Покажу сегодня, как это делаю я. Начну с теста. По сути, для мантов подходит любое пельменное тесто. У меня на канале есть разные рецепты пельменного теста. Ссылки на них будут внизу под роликом. Сейчас тесто я приготовлю по самому простому классическому рецепту. В миску просеиваю муку, соль растворяю в воде комнатной температуры. Соленую воду вливаю в муку, добавляю яйцо и перемешиваю. Жидкие и сухие продукты соединились. Теперь тесто можно вымешивать руками. Если получившееся ком тесто липнет к рукам, то можно добавлять понемногу муки до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть. Отправляю его обратно в миску, накрываю пленкой или пакетом и даю отдохнуть. В это время занимаюсь начинкой. Лук и мясо режу на небольшие кусочки, чтобы они прошли в мясорубку. Чаще всего фарш для мантов готовят из баранины, сала и большого количества лука. Но можно брать и другое мясо. У меня индейка. Для фарша хорошо подойдут филе голени или бедра. На 400 грамм мяса я взяла одну луковицу, можно и две. Это по вашему вкусу. А еще для сочности и аромата я добавлю тыкву. Режу ее также на кусочки для прокрутки. Мясо для мантов, а также лук и тыкву можно просто очень мелко нарезать. Но с помощью мясорубки это сделать быстрее и удобнее. Я возьму насадку с крупными отверстиями. Из специй в фарш добавлю молотую зиру, сладкую паприку и посолю. Фарш готов. Его остается перемешать до однородности. К этому времени созрело пельменное тесто. Я выкладываю его на стол, присыпанной мукой. И делю примерно на 20 частей. Из каждого кусочка делаю шарик и раскатываю из него тонкий кружок. Выкладываю столовую ложку фарша и склеиваю. Сначала в виде конвертика хорошо защипываю соединенные стороны и попарно соединяю уголки. Манты лепят и другими способами. Мне нравится такой. Я буду готовить манты в пароварке. Дно и стенки формы нужно хорошо промазать растительным маслом. Чтобы манты не приклеились, не порвались. И чтобы сок, который в них образуется, остался внутри. Дополнительно дно каждого манта можно окунуть в блюдце с растительным маслом. Стараюсь выкладывать манты в пароварку так, чтобы они не касались стенок и друг друга. При активном кипении манты готовятся в пароварке в среднем 30 минут. Моей пароварке нужно дополнительное время, чтобы она прогрелась. Поэтому я выставляю чуть больше времени, а вы ориентируйтесь по своей пароварке. А если сразу вы будете готовить только часть мантов, остальные можно заморозить. Я для этого выстилаю плоский поддон пищевой пленкой или пакетами. Выкладываю манты, чтобы они не соприкасались. И сверху также прикрываю пленкой или пакетом. Убираю в морозилку до следующего дня. На следующий день замороженные манты можно переложить в пакет и таким образом их хранить в большом ящике морозилки. Готовые манты сверху можно смазать кусочком сливочного масла или полить растопленным сливочным маслом. Подать с любым соусом или сметаной. Приятного вам аппетита! Ставьте пальчик вверх этому видео, если оно вам понравилось. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы получать новые рецепты. Будем готовить вместе!